здравствуйте дорогие мои друзья приветствую вас на канале оксана гудвина винтажной бижутерии и я продолжаю серию своих видео о винтажной бижутерии в различных цветах и сегодня именно вот эта шкатулка это прелестная вещица это моя покупка навела меня на идею сегодняшнее видео посвятить коричневому цвету вот в таком коричневом бежевом переходе оттенка у меня шкатулочек не было и когда я увидела вот это великолепие она мне показалось очень необычный у меня много есть шкатулок и с цветочными мотивами и розочки и другие цветы кроме роз разных цветов много но именно вот сочетание такого основного фона и именно вот таких цветов у меня еще не было на мне показалось очень необычный и когда я перевернула посмотреть какая же маркировка у этой шкатулки то было очень приятно удивлена вот такому сюрпризу что это это известная компания в общем вот такая покупка навела меня на идею сегодняшнюю видео о коричневой бижутерии так она обычная но лучше сама крышечка необычная и поняла что именно украшение коричневого оттенка у меня очень много хочу показать конечно видео наверное получится длинным если уж слишком длинным то разделю на две части но очень хочется показать вам вот эту коричневую красоту которую я у себя обнаружила и начать рассказ хочу с брошей броши в коричневых тонах довольно таки редко встречаются но у меня их оказалось много на самом деле вот этот листым с таким матовым покрытием это даже как не эмаль это как о обжиг что ли вот такой неравномерный обратная сторона вот так выглядят следующая брошь выглядит вот так виде банта в интернете я находила вот подобную брошь но при покупке я сразу поняла что кабошон был заменен в оригинале центральная часть из перламутрового кабошона но мне досталось она уже вот в таком виде ну вот коричневая тема в украшениях вот таким способом поддерживается следующая великолепная бабочка миленькая брошь тоже казалось бы бабочкой коричневый цвет несовместимы ну вот видите как гармонично выглядит вот эта миленькая мелкая бабочка следующую брошь тоже в коричневом цвете показывала это вот такая я не знаю гитары это или контрабас музыкальный инструмент тоже вот с такой коричневой эмалью буду показывать мои дорогие друзья так в ускоренном режиме потому что украшение действительно много и действительно они все интересные все заслуживают внимание и хочется конечно показать как можно больше украшений в сегодняшнем видео чтобы вся вот эта коричневая тема как-то более-менее было раскрыто и показано конечно я покажу не все украшения которые у меня есть естественно что-то у меня еще осталось в дальних углах которые я не смогла таки достать и раскрыть так ну вот броши коричневые темы вот такие у меня и давайте перейдем серьгам и клипсом вот в коричневой гамме у меня есть вот такие клипсы и к этим клипсом я подобрала вернее я подобрала они шли с бусами на мой взгляд не совсем как бы идеальный сет составляют вот эти украшения но вот сочетание коричневых каких-то рыжих земляных оттенков присутствует как вы думаете это оригинальный комплект либо это искусственно созданный вот так вот продавала продавалась получил я вернее все это вместе бусины очень интересные видите они как бы сделаны вручную ну по поводу ручная это работа или нет я как-то затрудняюсь утверждать ну вот такой вот комплект в коричневых тонах у меня есть и да вижу что еще не показала одну брошечку тоже с коричневым таким кабошоном темно-коричневый кабошон почти черный брошь такая изящная довольно таки миленькая меленькая и вполне себе в коричневую тему тоже вписывается так ну наверное буду показывать все подряд и следующее что хочу вам показать серьги давайте перейдем постепенно к сережкам это вот серьги с таким красивым коричневым это не кабошона с таким кристаллом с огранкой это серьги маркированные для софия в америке это довольно таки известная компания ли софия продажу производил эта компания только через консультантов в честь двух дочерей было названо эта компания и в 1900 и в 2014 году эта компания прекратила выпуск украшений украшения остались и тем ценнее украшения от ли а софия на сегодняшний день являются у меня много украшений от ли а софия на самом деле и следующее что хочу вам показать и следующее что я хочу вам показать это вот такие вот серьги клипсы тоже прям напрямую относятся коричневой теме в виде вот таких как бы желать желуди мне напоминают форму желудей коричневые покрашенные так обратная сторона выглядит следующие серьги тоже в коричневой гамме который хочу вам показать это серьги такие но это уже более современный дизайн я думаю стоит 90 относится больше уже такие интересные коричневые серьги и из этой же серии есть несколько сережек тоже это серьги с кабошоном эффект кошачьего глаза видите и с таким же эффектом по моему меня кольцо есть сейчас покажу сразу они немножко другой эффект у этого кольца с таким же эффектом то пластиковые бусы тоже с таким эффектом кошачьего глаза нас уж начала про бусы покажу такие коричневые но это 80-е пластиковые коричневый цвет украшениях видите с таким интересным эффектом так следующее что хочу показать вам это серьги стеклянные тоже коричневые такие простые ну как я уже сказала у меня довольно таки много украшений именно коричневого оттенка давайте сейчас покажу уже колье первое колье тоже вот такой коричневой вставкой из натуральной кожи темно-коричневый даже с каким-то зеленоватым оттенком и центральная вот такой вставкой колье старая застежка это я думаю 70-е годы в таком этническом стиле такое интересное колье я думаю из того же времени нет возможно все таки это колье довольно таки старше потому что здесь видите бусины с покрытием а.б. и натуральная такая змеиная кожа вставка из натуральной змеиной кожи и застежка старая такое колье вполне современно выглядит и в качестве сегодняшнего украшения я надеваю вот это колье и прошлое предыдущее колье тоже довольно таки часто надеваю люблю так и следующее колье вот в таком стиле это натуральный перламутр и это тоже колье атлия софия маркированная и вот в таком дизайне как как будто бы похоже на хэдмейт но это компания выпускала и вот такие украшения тоже в интернете находил довольно таки много вот такой стилистике украшений коричневой теме и к тому же времени я отнесла и вот это украшение тоже маркированную маркировка по моему другая это серебро кстати уже маркировкой есть деталь серебряные и бусины тоже серебряная так следующее украшение которое хочу показать вам это серия украшений которые относятся к стилю стиль бога это натуральное дерево натуральные кости в общем то давайте покажу сразу несколько украшений из этой серии деревянная часть деревянные бусины и вот такая старая застежка одно украшение с кулоном с таким а следующее украшение тоже деревянное натуральное дерево деревянные бусины такая застежка так обратная страна и следующее украшение тоже в коричневом цвете но это кость я не знаю точно слоновая кость или бычья кость вернее определяла но уже забыла точно ведь тоже уже кто-то определял пытался определить и деревянные такие вот бусины тоже в таком коричневом цвете так следующее колье который хочу вам показать я думаю что она более современная вот с таким деревянным круглым кабошоном такой вот оправе и на бисерной такой ленте из нескольких ниток современную кашу на следующее украшение ну вот это мне нравится тем что естественно это натуральная ракушка перламутр натуральный и перламутр очень красивого цвета коричневого конечно это сборка современная застежка вот в стиле винтажном но она современная сразу видно что застежка это современное сделано в сегодняшние дни носа и сами бусины стеклянные такое украшение следующее украшение которое хочу вам показать это тоже колье но в стиле сатуаров да есть такая тема украшений тоже коричневые здесь вот колокольчики звенят и деревянные такие бусины в сочетании с металлическими желтыми тоже длинные такое украшение довольно таки тоже современные вполне показываю все подряд все что попадается конечно же браслета но браслетов в коричневом цвете я у себя обнаружила только вот один браслет это пластиковый браслет в таком стиле анималистическом издалека выглядит как будто бы это леопардовый принт но видите это такие вкрапления более темного коричневого оттенка браслет такой на резинке в коричневую тему вполне так себе вписывается неплохо так следующее что хочу показать вам это уж извините что так по-быстрому но хочется уложиться в одно видео серьги есть еще и серьги ну вот такой оттенок коричневого близко к бежевому очень красивый перламутровый цвет покрытие очень плотное красивое такое перламутровое я читал такую информацию что именно вот покрытие с вкраплениями вот такого перламутра она относится к более позднему периоду то есть это не пятидесятые шестидесятые а все таки семидесятые восьмидесятые годы ближе ближе к этому периоду не знаю насколько эта информация достоверная кто возможно обладает информацией напишите пожалуйста конечно интересно узнать какому периоду все таки то или иное украшение относятся это в общем то и есть сам вот этот интерес любви к винтажным каким-то предметам вещицам именно правильное определение возраста и следующие серьги которые хочу вам показать тоже в коричневом цвете это серьги вот такие гвоздики но вот эти серьги интересны тем что сам вот этот кабошон он такую огранку имеет и как будто бы внутри имеется перламутр вот этот перламутр очень хорошо играет и вот эти вот серьги носибельные надеваю их и выглядят они вполне современные хотя вот именно они относятся к 70-м годам вполне такой коричневый вполне коричневый оттенок так и у меня тут остались все кольца хочу показать также вам и кольца так ну вот такое кольцо возможно кто-то смотрит регулярно видео я уже показывала в распаковке показывала распаковку лота с кольцами с эти заказывала покупала и в этом лоте были такие кольца одно именно кольцо очень интересный такой оттенок какого-то медового коричневого интересная сам ваш он и и были несколько колец из натуральными камнями вот одно кольцо в таком стиле хэдмейт но мне нравится именно вот украшение которые как бы явно и утрированно показывают прикладное вот это искусство что это действительно не фабричное производство сделано вручную не очень как бы интересно именно получать вот подобного плана украшения и следующее украшение это тоже кольцо и когда я показывала распаковку и говорил что это камень зрительница написала мне что вполне возможно это люцит огромное спасибо что написали да это все таки больше похоже на ставку из люцита чем натуральный камень я проверила да это люцитовая вставка но опять-таки видите такой эффект прикладного искусства как будто это сделано вручную очень нравится вот эти вот детали и сам коричневый оттенок он вполне вписывается в любое украшение которое я вам сегодня показала и следующее кольцо которое хочу показать напоследок это кольцо тоже натуральный камень видите есть какие-то царапины но камень натуральный и название не помню кто-то мне и зрителей писал название этого камня и я уже забыла честно сказать но кольцо такое крупное довольно таки крупная и на руке выглядит очень эффектно но тем не менее идеально подойдет под любое украшение которое сегодня было показано и давайте напомню те украшения которые участвовали в сегодняшнем показе конечно вот это вот коричневая тема она на первый взгляд не кажется такой прям яркой и такой эффектные но как оказалось она довольно таки популярна тема коричневых украшений именно и винтажной бижутерии и сегодняшних украшений тема коричневого оттенка и это конечно оттенок который я обязывает женщину быть более яркой или как-то наоборот сдерживать до ее яркость но тем не менее вот коричневая тема в украшениях моей коллекции выглядят вот таким образом напишите пожалуйста свои впечатления что вам понравилось возможно какую-то информацию дополнительную вы имеете я буду очень вам благодарна за нее я надеюсь что вы с пользой удовольствием провели вместе со мной время с вами была оксана всем всего хорошего пока пока пока